Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Выкопываешь корень, чтобы корень не выкопался. Где блюдак? Потом палочкой вот так раскладываешь. И потом садишь с кухнем. Вот с кухнем. Потом поливаешь. Называть Кирилла юным садоводом еще рано. Рассадой он занялся совсем недавно, когда попал в детский дом. Но получается у него здорово. Кириллу вообще нравится все, что связано с живой природой. Тебе что больше нравится? Растения или животные из природы? Да и это. Что интересно в растениях? Как они растут наблюдать. Как животных? Животных. Как они питаются. Какое животное хотел бы иметь? Льва. Ну что ты с ним будешь делать? Продам. Пикировка рассады – процесс кропотливый и, прямо скажем, не самый занимательный. Но Кирилл хорошо понимает, для чего это нужно. Разводить больше цветов, потом на клумбу их посадить. Цветоводство – не единственное увлечение Кирилла. Он любит спорт, мечтает стать профессиональным футболистом или строителем. Вторая профессия привлекает его тем, что после работы можно ходить по улицам города, смотреть на построенные тобою дома и радоваться за людей, которые в них живут. Он вообще любит делать людям приятное. Мастерить разные подарки, например. Кириллу всего 13 лет, и впереди у него достаточно времени, чтобы определиться и с мечтами, и с целями. Хотя уже сейчас он знает, что надо и что не надо делать во взрослой жизни. Мне было хулиганить. Буду учиться. Машину куплю. Знает Кирилл и о проекте «Мой новый друг». Идея найти старшего друга ему очень нравится. Кирилл уже придумал, чем бы ему хотелось заняться с будущим наставником. Съездить еще в углопарк. Ну, чтобы на скейтболде научиться кататься. Вместе с ним хочу побывать в горах. В Санкт-Петербурге. В Москве еще раз побывать. Второй раз. На коньках Кирилл катается с удовольствием. Он очень спортивный и любит проводить время в активных играх. Но если его что-то заинтересует, он подходит к делу со всей ответственностью. Терпеливо и тщательно доводит его до конца. Ему очень нужно внимание взрослых, которые помогли бы ему открыть для себя что-то новое, интересное, важное. Кирилл контактный и восприимчивый мальчик, говорят психологи. Какой друг? Ну, добрый, конечно. Добрый, понимающий. Такой человек, к советам которого он мог бы прислушаться. Ситуации бывают разные. К которому можно было бы обратиться в трудных каких-то таких жизненных ситуациях. Который станет вот таким другом, готовым выслушать, понять. Где-то даже с которым он мог бы поделиться своими какими-то личными переживаниями. Может быть, кому-то он не скажет, а ему бы вот он сказал. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru. Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта «Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. «Министерство образования и молодежной политики Чувашии»